Папа, мама и трижды я, спортивная семья Кисаевых, для участия в забеге прибыла на Самарскую набережную в полном составе. Родители и трое сыновей бегом занимаются как любители, а сегодня решили попробовать силы на длинной дистанции. Папа с младшими сыновьями 3 километра, мама со старше в 10 километров. Занимаемся просто бегом, так, любительским, иногда. И тут порыв души, захотелось всем вместе, детям понравилось. Мы взяли несколько уроков бега. Это для нас первый опыт. И для меня, и для старшего сына мы побежим 10 километров. Страшновато немножко, но хочется себя попробовать, преодолеть. В первом всенародном марафоне на Кубе главы Самары приняли участие более полутора тысяч человек. Причем масштабы вышли за пределы региона. Участники приехали из 85 городов и разных стран мира. Девиз сродни Олимпийскому, каждый первый. Ведь профессиональных спортсменов не так много. Большинство участников просто любители бега. Первый раз бегу, поэтому ничего не могу сказать, как это сложно. Узнаю потом, на финише. Надеюсь. Половинку, мне кажется, любой человек, который хотя бы хоть чуть-чуть в жизни бегал, способен пробежать. Для марафона там немножечко посложнее, там нужно готовиться. На старт! Побежали, побежали! Вот они, красавцы! Дистанции 3 километра, 10 километров, полумарафон и марафон. Им все возрасты покорны. Самому младшему участнику всего 5 лет, старшему 78. В том же строю спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Для Самары, который менее чем через год будет принимать игры мирового футбольного первенства, важно, чтобы город был известен в мире как спортивный. Самара готовится к чемпионату мира по футболу. Город меняется. Появляется все больше мест, где можно заниматься спортом, где можно отдыхать. За 5 лет, благодаря поддержке и инициативе нашего губернатора, в области было построено 14 ледовых площадок, 15 стадионов, 16 бассейнов, 28 физкультурно-оздоровительных комплексов. И представляете, 300 спортивных площадок. Это, конечно, очень сильный рывок. И говорят, что все больше самарцев занимаются спортом. Трасса проходила по набережной и историческому центру города. Улицы перекрыли, однако пробок не было. Выходные машин в городе не так много. И самый торжественный момент – награждение. Каждый бегун получил специально разработанную медаль участника. А вот главный приз Куба главы Самары вручен только победителям. Первыми марафонскую дистанцию в 42 километра и 195 метров преодолели профессиональные спортсмены. Это Сергей Петров из Уфы и Надежда Леонтьева из Тольятти. Была сложность трассы только из-за погоды, потому что была такая жара. А так, в принципе, организаторы молодцы. Подготовили очень хорошо. И, в принципе, круги проходили тоже по таким местам, по набережной. И очень было красиво. Конечно, я рада. Я рада за то, что люди приходят. Люди приходят болеть. Кто-то участвует. И рада тому, что люди начинают любить бег. И начинают бегать не только профессионалы, но и любители участвовать в марафонах, полумарафонах. О старшее поколении бегунов вспоминало, как такие мероприятия проходили раньше в Куйбышеве. Теперь есть с чем сравнить. Нынешний марафон значительно превзошел советские по масштабам участия. А далее всенародные забегы на длинные дистанции будут проводиться ежегодно. Олег Зверев, Константин Головин. События.